Сегодня мы пригласили в студию заместителя руководителя межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрия Иноземцева, чтобы пообщаться на тему декларационной кампании 2023 года. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый день. Расскажите, насколько успешно или, может быть, неуспешно проходит кампания. Кампания проходит у нас планово. Она уже подходит к своему завершению. На сегодняшний день я хотел бы всем налогоплательщикам напомнить, что крайний срок подачи декларации 3 НДФЛ, это по доходам на доходы физических лиц, истекает у нас 2 мая. Оплата, если у вас существует задолженность, начисленные налоги, еще не задолженность, начисленные налоги, до 17 июня этого года. Кто обязан подавать данные декларации? Несколько случаев всего есть. Первое, если налоговый агент, где вы имели доход, самостоятельно не удержал у вас положенные налоги на доходы физических лиц, и не уведомил об этом налоговый орган, в этом случае вы данный доход должны сами отразить. Это часто бывает в тех случаях, когда доход получается в натуральной форме налогоплательщикам. Если налоговый агент ваши налоги не удержал, но нас проинформировал, то налогоплательщик получит от налоговой инспекции уведомление, которое необходимо будет оплатить до конца декабря месяца. Если у вас были договоры, связанные с гражданской правовой договорой, или с лицом, который не является налоговым агентом, то данные доходы тоже нужно отразить в своей налоговой декларации. Также очень важный момент – доходы от продажи имущества. Это основной вопрос, который возникает у налогоплательщиков. Я напоминаю, что у нас данная декларация предоставляется только по тому имуществу, которым вы владели менее пяти лет. В случае дарения это три года от близких родственников. При этом я хочу обратить обязательно внимание налогоплательщиков на то, что необходимо обязательно представить документы, которые подтверждают ваши расходы на приобретение этого имущества, что позволит вам снизить налоговую базу и заплатить налоги именно в установленном порядке. Обращаю внимание, что данные документы подаются через личный кабинет. Сканированная форма должна быть качественной, чтобы налоговые инспекторы могли проверить эти документы, чтобы их было легко прочитать. Также у нас, соответственно, это транспорт. Если вы владели машиной менее трех лет, то тоже обязаны задекларировать доходы от ее продажи и точно также предоставить материалы, обосновывающие расходы на покупку данного автомобиля. Также декларировать свои доходы должны люди, которые получают их из-за рубежа. Выигрыши от казино, онлайн, ставки от 4 до 15 тысяч рублей. То есть до 4 тысяч налогом выигрыш не облагается. И свыше 15 тысяч за вас, с вас удерживает налог, налоговый агент в лице букмерческой конторы или иного организатора азартных игр. Ну и также, соответственно, если вы получили от физического лица дар, это лицо не является вашим близким родственником, не является индивидуальным предпринимателем. Если вы получили в дар недвижимость, машину, акции, доли, паи, цифровые финансовые активы, то это тоже необходимо указать обязательно в свои налоговые декларации. Еще раз напомню, крайний срок подачи налоговой декларации не позднее 2 мая. Это очень важно для всех. Подавать декларации я очень прошу всех налогоплательщиков через личный кабинет. Это более удобно. Не нужно лично посещать налоговый орган. Если у вас нет личного кабинета, прошу всех обязательно его зарегистрировать. Для этого, к сожалению, нужно один раз налоговый орган посетить, но это занимает не более 10 минут, как правило. Еще небольшой вопрос, который касается контролируемых иностранных компаний. Напоминаю, что все лица, которые контролируют иностранные компании, контролирующие лица, обязаны подать налоговый орган, физические лица, обязаны подать налоговый орган уведомления до 4 мая. Обращаю внимание на это, международный обмен фискальной информации у нас осуществляется. Налоговая служба владеет информацией. К сожалению, штрафы там достаточно серьезные, 500 тысяч рублей за непредоставление данного уведомления, поэтому прошу налогоплательщиков к этому отнестись крайне серьезно. Предоставить всю информацию необходимую в виде уведомления и, соответственно, отразить свои прибыли или убытки по доходам от иностранных компаний, в которые они являются контролирующими лицами. Но вот сейчас, по прошествии определенного времени, уже можно подвести какие-то, может быть, предварительные итоги этой компании? Вы знаете, у нас прекрасные налогоплательщики, в основном дисциплинированные. Основных проблем каких-то таких экстраординарных нет. То есть мы не видим никаких изменений в худшую сторону по сравнению с декларационной компанией 2022 или 2021 года. Единственное, еще хотел бы обратить внимание налогоплательщиков, те, которые планируют получить налоговый вычет и не заявляют доходы в рамках декларации 3НДФЛ. Этот налоговый вычет можно получить в любое время, не обязательно предоставлять нам эту налоговую декларацию по форме 3НДФЛ до 2 мая. Это можно сделать в любое время года. Это не влияет на выплаты. Вы также получите установленный законом срок, причитающиеся вам налоговые вычеты, о которых, возможно, мы как-нибудь отдельно поговорим. Я поподробнее хотел бы рассказать налогоплательщикам, как удобнее и быстрее налоговые вычеты получить, установленные законом. Я полагаю, действительно, в ближайшее время мы, наверное, проведем прямой эфир, где сможем действительно очень подробно рассказать людям о том, что как организовать, что как оформить, что как подать. Я думаю, это вызовет большой интерес. Я был бы очень рад. Конечно. Ну и сегодня спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель руководителя межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. К другим новостям.